Несколько фактов о лисах. Чан. 23. 2015-9 часов. Си. Гошков Сэджи. Вы знали, что лисих хвост играет банальную рулевую функцию, позволяя зверю закладывать петли и быстро менять направление движения. Например, при погоне хвост виляет налево, за ним кидаются собаки, а лисица уходит в противоположную сторону. Сы недолго выдерживают такой бешеный ритм и хоть догнать практически любого из лесных зверей им просто, с этой хитростью им часто не совладать. Кроме того, лиса не пережевывает пищу, а только разрывает мясо на маленькие кусочки и глотает их. На лапах у лисы есть чувствительные волоски, которые помогают ей ориентироваться в пространстве и находить нужное направление. Нару лисица может рыть сама, но чаще не напрягается и занимает жилище барсука. Песца, сурка. Даже дикобраза. Риже устраивает гнездо в расщелинах скал и дуплах крупных деревьев, но обязательно в сухих и потаянных местах. Если не считать сезона размножения, рыжие лисицы живут поодиночке и спят под открытым небом даже в очень морозной зимы, характерные для северной части их ареала. Поскольку кончик носа и подушечки лап у них чувствительны к обмораживанию, зверь спит, обернув свой пушистый хвост вокруг тела. Лиса финик – самая маленькая среди всех разновидностей. Это крошечное животное весит полтора килограмма. Рыжая лиса – обычный вид лисы, найден на всех континентах земного шара. Лиса – важный персонаж русского народного фольклора, символ хитрости. В Москве на углу улицы Руставели и Огородного проезда установлен памятник плавленому сырку «Дружба». На постаменте сидят герои басни Крылова, ворона и лисица, и вместе держат огромный сырок. Лисе отведено почетное место в храме Фусими и Нари, одном из старейших храмов Киута. В синтаистской религии лиса являются божественными покровителями и воплощением богини лиса и урожая Нари. Символ фестиваля «Первозданная Россия» – лиса. И не случайно, так как ареал ее обитания – вся территория России. Наконец, лиса на редкость фотогенично, является одним из любимейших объектов фотографов-нетупролистов. Фестиваль природы «Первозданная Россия» – это масштабный культурно-просветительский проект. Открывшись в январе 2014 года в Москве, фестиваль прокатился по всей России и многим странам мира. Прошли различные фотовыставки, круглые столы, мастер-классы и другие мероприятия. И вот «Первозданная Россия» снова возвращается в Москву. С новой программой и новой экспозицией. С 23 января по 22 февраля фестиваль пройдет в Центральном доме художника. Не пропустите это событие, открытие уже сегодня. Все фотографии лисиц в этом посте сделаны прекрасным фотографом-натуралистом Сергеем Горшковым. Напоминаю, кроме выставок и блога, познакомиться с его творчеством можно через авторские фотоальбомы. Подписаться на обновление этого блога. «Я в других социальных сетях». Рисунок 10. Рисунок 11. Рисунок 12. Рисунок 13. Рисунок 14. Выставка «Россия. Пиар. Животные». 106. 106.